Восточный Казахстан всегда был для первого президента Нурсултана Назарбаева больше, чем просто одним из регионов страны. Ельбасы неоднократно повторял, благословенная земля этого края взрастила целую плеяду талантливых людей, людей, прославивших нашу страну на весь мир. И, конечно, в первую очередь, это родина великого сына казахского народа Абая Кунанбаева, человека, чья жизнь и творчество стали золотым мостом, который соединяет прошлое с будущим. «Неудивительно, что наш первый президент черпал вдохновение, учился и переосмысливал многие явления через призму творчества великого предка». Сколь неоспоримым авторитетом является для россиян Александр Пушкин, для англичан Уильям Шекспир, для немцев Йоган Гёте, для американцев Уолт Уитмен, столь же великим носителем духовности является для казахстанцев Абай. История человечества уже не раз показала и доказала, что великие люди не приходят в мир случайно. Они рождаются на стыке эпох, во времена перемен. Таким был великий Абай, ставший символом страны, ее нравственности и духовности. Таким стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который, вдохновляясь бессмертными трудами философа, стал знаковой политической фигурой на мировой арене. Государство – это в определенной степени закрепление границ этого государства, которые должны быть международно признаны. Вот это и называется делимитация границ. Я тогда работал заместителем премьер-министра республики Казахстан, возглавлялся от веще комиссии по делимитации. И была очень важная встреча с господином Дзинземином, это руководитель коммунистической партии КНР и государства в целом. Кстати, он говорил очень хорошо на русском языке. И вот, конечно же, мы во время этой встречи видели огромное уважение китайского лидера Кнашултановича Назарбаев. И когда была встреча в так называемом узком составе, когда встречаются два президента и по одному из представителей правительства, в данном случае великая честь выпала мне, Дзинземин сказал следующее, обращаясь уже ко мне, молодые люди, я подпишу договор делимитации только из-за глубокого уважения к Таршултановичу Назарбаеву. И если вы не ускорите процесс делимитации со своей стороны, имея в виду с казахской стороны, вы никогда не получите подобных возможностей. Вот это историческое слово руководителя Китайской Народной Республики, его отношение, значит, глубочайшее уважение к руководителю Республики Казахстан, конечно же, является очень важным моментом. И это, безусловно, характеризует председатель личности Нурсултана Вече Назарбаева. Восточный Казахстан для президента – край особый. Когда-то Нурсултан Абишевич назвал его «жемчужиной в короне Казахстана». Здесь многое связано с его личным присутствием, и многое пронизано его заботой. Восточный Казахстан – это символ успеха и реформ, прорывных проектов и воплощения смелых идей первого президента страны. «Когда распался, казавшийся нерушимым Советский Союз, и на меня выпала трудная миссия строительства нового независимого государства в те переменчивые и непредсказуемые времена, я обращался к заповедям мудрого Абая, и сквозь призму их нового прочтения формировались знания и образ будущего моей страны». В середине 80-х годов я работал в комбинате «Кибастуз-Шахтерстрой» города Кибастуз. Это был действительно большой комбинат. И в середине 80-х годов произошла очень интересная встреча. Было в Дворце культуры и энергетики большое совещание. Говорили о том, что стройка идет более чем замечательно, развивается угольная часть, развивается энергетическая часть, и ни одного выступления, включая Ерпилова, министров, не было о том, что есть проблемы у этого города. И вот в середине, а точнее в конце, было одно выступление, которое в тот период времени меня потрясло и до сих пор вызывает у меня удивление и определенный восторг. И вместе с тем я могу сегодня, мне сложно передать тревогу, которая родилась после этого выступления. Дело в том, что выступающий был председатель Совета Министров Республики Казахстан Нурсултанович Назарбаев, который в отличие от выступления первого секретаря обкома Ерпилова, министра Щада, министра Непорожнева и всех других выступающих, включая представитель Центрального комитета, ЦК КПСС Советского Союза, начал с другого. Что в городе не хватает продовольствия. Что суповые наборы, которые продаются в магазинах города, это как раз-то является фактором, который может вызвать огромное недовольство трудящихся. Что ночью невозможно ходить, поскольку достаточно большая часть жителей города, это люди, которые когда-то были в местах заключения. И что нужно твердо рукой наводить порядок. Что не хватает катастрофических школ. Что больницы переполнены. Что нет детских садов. Одним словом, тот огромный блок, который сегодня мы называем социальной задачей, социальной проблемой, были не решены. И тогда Нурсултанович Назарбаев поставил вопрос. Что мы сегодня строим? Куда мы движем этот город? Для чего эти мощности, если не решаются потребности простого человека? Вот вы можете себе представить, что как гром среди ясного неба прозвучало это выступление. Конечно же мы все замолчали. Потому что такого в практике советского периода не было, чтобы руководитель правительства, республики, категорически раскритиковал действия Центрального комитета партии, Советского Союза, действия всех отраслевых министерств. И сказал, что подобное невозможно терпеть. Безусловно, после вот этого выступления Нурсултанович Назарбаев было принято соответствующее постановление Центрального комитета, город начал меняться. В тот период времени, тогда, когда никто не мог сказать что-то в критику действий Центрального комитета и Центральных органов, был человек, который об этом сказал и настоял на реализации своих поставленных задач. Вот это как раз-то еще в советский период времени характерно личности Нурсултановича Назарбаева. Принципы Абая остаются актуальными и сейчас. Ведь великий и мудрый поэт совершенно четко понимал, что только путь просвещения может стать верным. Только черпая мудрость из разных источников знаний, можно и самому обрести жизненные силы. Первый президент неоднократно цитирует Абая в своих выступлениях и признается в том, что с самого раннего детства учился жить по его нравственным заповедям. Следуя изреченной Абая мудрости, стремящегося ждет успех, по окончании школы в 1958 году, я принял непростое для себя решение и отправился в Сырарку, самое сердце казахской земли. А дальше Украина, город Днепродзержинск. Это был один из поворотных моментов в моей судьбе. Работай по найму, ступай на чужбину, вернись домой с прибылью. Не так ли советовал неравнодушный Абай молодым казахам, не видевшим иных перспектив, кроме пастушеской доли? Под этим подразумевалось, не дели мир на ближний и дальний, путешествуй в поисках знаний, осваивай профессии, трудись, поти лица и наживай состояние. Ну что, Анна Бешевич, мне посчастливилось встречаться несколько раз, как врачу. Вот в центр матери ребенка, он приезжал в Усть-Кеминогорск, у меня здесь такая любимая фотография, где мы рядом в белом халате вместе сельбосы, она вот на многих баннерах, я очень люблю эту фотографию. Но, вы знаете, последняя встреча мне запомнилась, самая последняя, когда было открытие парка Нурлужов. Я, знаете, я даже писала, вот в тот день шел дождь, такая хмурая погода была, такое прям прохладно-прохладно, мы все ждали, и тут раз, вы знаете, сказали, подъезжает, и солнце выглянуло. У меня это так прям, что именно человек подъехал, вот он, наверное, сам как солнце, и сразу так ясно небо стало, как по заказу, солнышко выглянуло. И вот идет Нурлужа Набишевич, улыбается в лучах света, и я вот, у меня такое ощущение, думаю, даже погода приветствует его вот на нашей земле. И его действительно чувство юмора, он так очень простой, когда ты с ним остыешься, вот от него веет какое-то, знаете, спокойствие, человек эпоха. Я вообще хочу сказать, что, конечно, медика всегда хорошо поддерживал, всегда уделял внимание здравоохранению, но в период пандемии вот этот организованный фонд Бузбергемес, это вот говорит о его характере, о его человечности, о его душе, когда он переживает за всех, за всех жителей Казахстана, и вот насколько мог он помогал, мы ощущали его поддержку. Я вот как депутат, когда мы с этим фондом сталкивались, как врач, его поддержка, его внимание пусть всегда остается, мы его всегда должны ощущать и ощущаем, но ему пожелать долгих лет жизни. Для меня день первого президента Казахстана имеет особое значение. Первый раз я увидела издалека, не очень близко, но у султана Абишевича Назарбаева на премии «Лучший товар Казахстана», учрежденная им же, и наше предприятие за свое оборудование получало эту премию. Я так хотела оказаться рядом на этом общем фото, но меня вынесли в конец, и я тогда про себя загадала, мы еще встретимся. И буквально не прошло и года, он посетил наше предприятие, и мне посчастливилось, это было как замедленная съемка, подъехал автомобиль, открылась дверь, одна нога, вторая, и вышел человек такой далекий, как бы такой недоступный, одновременно близкий, целая легенда эпоха. Я взяла его за руку, я сейчас уже спустя годы смеюсь, мне весело над этой ситуацией, я схватила его за руку и не отпускала. Это была такая эмоция довольно сильная, восторг, трепет, восхищение, все вместе смешалось, и когда я наконец спустила эту руку, он примагничивал меня, мне хотелось постоянно находиться рядом, показывать достижения, идти впереди. И затем, когда он уже подошел к нашему молодому коллективу, такая была тишина, они даже не дышали, мне кажется, пока он говорил, пока рассказывал, он открытый и доступный человек, они с таким трепетом воспринимали каждое его слово. Нельзя было не оправдать такое внимание, такое доверие, он отметил достижения предприятия. И на сегодняшний день, после этого знаменательного дня, предприятие дало колоссальный рывок вперед. И в плане новой продукции, и в плане товарооборота мы расширили свой штат, потому что это же статус посетил президент Республики Казахстан на тот момент, да, Ельбасы. Потрясающая энергетика. Кто может похвастаться таким президентом? Кто может похвастаться? Я могу, и вы можете. Сегодня родина Абая – это динамично растущий регион, который вносит свой вклад в развитие страны. Прочно заняв свое место на политической карте мира, Казахстан стал моделью межэтнического, межконфессионального согласия, транслирующей всему миру идеи единства и добрососедства, как завещал великий Абай. В наши дни мы стараемся смотреть глазами Абая и на внутренациональное единение, и на межнациональное согласие, и на дружбу и сотрудничество со всеми странами и народами мира, и на связь культур, почитая их так, как это делал Абай. Это один из моих важных и неизменных жизненных принципов – «Люби все человечество, как брата». Этому нравственному принципу Абая суждено жить вечно. Как всегда, Восточный Казахстан в нашей стране, в нашей республике был в числе первых. И когда Нурсултан Абишевич Назарбаев, наш первый президент, создал Ассамблею народа Казахстана, конечно, это было воспринято положительно и с уверенностью в том, что это все состоится. Я еще раз, еще и еще раз обращался со словами благодарности к Елбасы, Нурсултану Абишевичу, за то, что он и бывая здесь, и общаясь с нами на всех уровнях, по всей нашей географии республиканской, вот какое-то добро, согласие. И слова, которые исходили из уст нашего президента, мы его всегда так называем, ну, первого президента теперь, они, конечно, в них мы верим. Верим и сейчас. И когда пошли слухи, что вот Ассамблею собираются расформировать, распустить, мы не поверили. Мы пошли в управление, мы пошли по инстанциям. Нет, и когда обращение Русана Абишевича в прессе вышло, все, мы успокоились, значит, мы будем продолжать нашу деятельность. Значит, перейдя из века в новый век, мы не утратили свои связи, свои корни. Мы радуемся, что живем настоящим, особенно наше творческое братье, сохраняя это прошлое, приумножая сегодняшним днем. У меня лично вера в наше будущее, суверенного, свободного Казахстана, многонационального. Вот для меня по национальности эстонца эта вера не утрачена. Я этим и живу. Я как натуралист, который вот в книге «Восточный Казахстан. Сердце Евразии» рассказал о географии, об истории, о видных людях, о всех исторических событиях, которые происходили в нашем краю, в Восточном Казахстане, куда многократно приезжал сам Нарусултан Абишевич. И книга, посланная ему, получила очень теплый, неожиданный отклик, где сказаны слова благодарности. Он рассказывает, приоткрылся, рассказывает о себе, я родился в горах, я тоже люблю природу, я люблю ваш край, ежегодно приезжаю туда. Это, конечно, очень приятно. И он нашел время просмотреть эту книгу, и от руки этот великий человек, президент, выбрал время, чтобы от руки написать письмо на полную страницу, где выразил свою благодарность этой книге. У него там есть слова «все пройдет, но это останется». Настолько это было неожиданно. Это вселило в меня дух продолжать в дальнейшем творчество в этом направлении. И я, как близкий друг и преемник Максима Дмитриевича Зверева, с которым Нурсултан Абишевич был знаком, многократно встречался. Я продолжаю это дело, но все связано в настоящее время с природными условиями, с людьми, историей нашего края. И здесь я бы тоже сказал словами самого Нурсултана Абишевича. Народ ценит своего сына и благодарен за все его свершения. И, конечно же, Нурсултану Назарбаеву удалось воплотить в жизнь мечту Абая – построить новую столицу, которая стала гордым символом единства и опоры для каждого казахстанца. Ныне живущее поколение получило возможность гордиться прекрасной столицей собственного независимого государства и должно осознавать это преимущество, дорожаем как бесценным национальным достоянием. Я премного благодарен судьбе за то, что мне выпала честь возглавить строительство новой столицы на берегах Есиля и тем самым осуществить эту мечту Абая. Достижением и выдающейся политической победой Ельбасы стало закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Покой наступил только после сорока с лишним лет, на протяжении которых чудовищные взрывы сотрясали эти просторы, заражая и недра этой земли, и ее поверхность, и небо над ней. А когда замолк полигон, быть может и гений поэта, воспевавшего мирную и свободную жизнь народа, наконец-то вздохнул с облегчением. Первый президент всегда подчеркивает, он ученик Великой школы Абая, потому как его творчество – это неисчерпаемая кладезь мудрости. И знакомясь с ним, можно не только прикоснуться к величию гения, но и сформулировать для себя жизненные и нравственные принципы, понять, как нужно прожить жизнь. Молодежь общается со всем миром, открыты пути и границы, учатся и живут где хотят, смотрят, увидели все, как у них, как у нас. Поэтому прежде всего молодежь должна стремиться приобрести капитальное базовое образование, не тратить впустую молодость и возможности для всяких развлечений, они придут потом. Первое – они должны быть образованными людьми, потому что глобальная конкуренция идет не только между странами, но и между людьми. Конкуренцией между людьми побеждает тот, кто обладает знаниями. Молодой человек, который готовит себя на будущее, должен на любой работе показать себя. Я первый раз с нашим первым президентом Сильбасом встретилась в 2012 году на втором съезде молодежного крыла Жасутан. Тогда мы с области около 80 молодых лидеров, можно сказать, молодежи поехали в нашу столицу, в Астану. Конечно, очень волновались. Для нас это было как мечта. И он обратился к молодежи, что будущее нашей страны – это молодежь. Слова напутственные очень много нам дало, потому что по приезду у нас было желание, чтобы горы свернуть. Он нас так зарядил энергией своей, что вся молодежь, которые туда поехали, у них планы новые появились, цели, именно взгляд на мир, можно сказать, изменился. И после приезда мы запланировали очень много работы именно в сфере молодежной политики. Мы это реализовали. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Носултаном Абишевичем Назарбаевым. Несколько раз это были более тесные встречи, встречи с молодежью, с представителями ассамблеи. И на этих встречах первое впечатление – это была такая накаленная ситуация. Сейчас придет тот человек, которого все хотят увидеть. И когда он заходит, обстановка абсолютно меняется на теплую обстановку. И такое ощущение, что мы сидим со сверстниками и обсуждаем планы на будущее, какие мы будем проводить мероприятия. И отличная черта Носултана Абишевича Назарбаева – это мотиватор. Он заряжает молодежь на новые достижения. Он заряжает молодежь на то, чтобы они были патриотами своей земли и старались внести огромный вклад в такой, который Носултан Абишевич Назарбаев в своей жизни внес для нашей земли. По-разному складываются наши судьбы. У каждого свой путь в жизнь и опыт ее осмысления. Но мы едины и неразрывны. Одной на всех, общей исторической судьбой, которую избрали в начале своего пути к правовому, цивилизованному и демократическому государству. У нас одно Отечество, одна Родина, независимый Казахстан, который нам дорог тем, что у нас царят мир и согласие, дорог успехами и достижениями государства, которые стали результатом продуманной и взвешенной политики первого президента страны, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Нурсултана Абишевича Назарбаев Нурсултана Абишевича Назарбаев Нурсултана Абишевича Назарбаев Нурсултана Абишевича Назарбаев Субтитры создавал DimaTorzok